погромко все увлекся не заметил даже как это выскочило все вроде бы вот и вот то же самое сейчас делаю с более миссистыми листочками только чуть-чуть там были тоненькие прям просто полосочки вот эти в этой версии я предлагаю вам сделать но если хотите можно и тоненькими сделать например одну лапку одну лапочку такую поднять немножко такую слегка с утолщением типа ивовый листочка но разве я тоже потихонечку увеличивать такое более миссистенькая вы тоже очень красивый очень красивый вот это уже по возможности бледненько постарайтесь сильно нажимать вот и постепенно сейчас уже можно в принципе потихонечку переходить к места к вещам более таким глубоким с травой я вам предлагаю сейчас вот переходить в такие некоторые может осмысление может быть представление даже по по воспринимать траву именно как такой элемент модели именно как модель трава как модель например той же мягкости податливости сумасшедшая регенерация то есть настолько быстро зарастает травой все вот это выражение старенько такое есть травой поросло бельем поросло в разных формах используется бывают именно как что-то забытое что-то потерянное утраченное вот заросло травой а бывают какие-то раны какие-то моменты сложно которые как-то залечивать вот они травой поросли шрамы земли зарастают травой вот есть такой тоже эпитет образ вот это тоже одно из свойств травы и с каждой секунды потихонечку вот это вот все выписывая вырисовывая чудо тут в возимся карандашиком тут вытаскиваем какие-то там эти лапочки там всякие разные эти штучки потихоньку дайте себе просто легкость возможность через глазки через ваши пальцы держащий карандаш вот это вот вот этой силе травы этой энергии травы влиться вот уже в ваше существо пускай она проходит спокойненько побочных эффектов негативного характера отсутствует в этом образе полностью это самая на экологичные образы всех побочных явлений негативного характера просто пока не обнаружено вот ну 2 2 2 2 таких лапочки сюда внес это уже будет небольшое такое заполнение но что была камера видна все таки я чуть нажимаю сейчас по интенсивней но все равно будут еще более темные травины потом как раз ближний план мы пропишем более насыщенно еще одну траву которую я предлагаю сейчас тоже использовать давайте еще минуточку выписывайте вот тоже немножко пока опишу и он на словах это древообразная конструкция как дерево такой эффект древа вот и веточки и как бы своеобразные семенные коробочки могут быть как форма также и листиков такая же абсолютно и семенные коробочки то есть вот они могут и такие такие быть тоже очень красивая структурка я думаю нравится давайте начну и вот здесь вот первое поставлю бледненькая бледненькая просто деревце тоже небольшое сразу практически я тоже делаю небольшую такую елочку своеобразную но больше горизонтально то есть такое расположение более горизонтали ст а вот и на каждой тоже на каждом кончике оставлю небольшое увеличение можно сделать как бы такой сильно миндальный эффект либо эта почка семенная коробочка либо это листик вот с к с каждой кончик я закладываю я делаю немножко пожирнее друзья но еще раз намекаю вам делать это по бледнее пока вот в этой версии просто меня как камера более бледный вариант с трудом берет следующий элемент добавить пару либо вверх либо вниз маленькое ответвление и пар парная какая-то появилась еще то ли почечка то ли вот то вот что то такое вот может даже листик такой на каждой веточке еще пару все это может хорошо шевелиться на ветров и сейчас такая же абсолютно конструкция рядышком только более теперь с нажимом тоже такой уже нажимчик можно сразу сделать верхнюю почечку вот и пошли в стороны сейчас даже не обращая внимание на то что сейчас сделали никуда энергетика не денется того что вы создали уже можно сразу софта со вторым элементиком со второй почечкой листочками или семечной коробочкой семенной раскидываем эту веточку очень хорошо кстати помогает быстрее в траву внедряться особенно в суете каких-то наших мегаполисов это воспоминания звуковых волн что в траве происходит помимо самого шелеста травы это и кузнечики и всякие там ска стрекоты какие-то там цикадок всяких разных какие-то могут быть звуки на каких-то шуршаний таких дополнительных вот все вот этот вместе туда вот управляя в нашу память копоша немножечко получается более такая поглубже подходим к этому символу вот в целом задача здесь очень простая увлечь наш ум наши руки наш ум через воспоминания руки через действия этого писания немножко монотонного такого муторного вот все о траве и занять полностью все наши центры все наши структуры образом травы я вам предлагаю сюда также внести таких несколько у хотя бы парочку таких веточек тоже пока бледненьких можно сделать разветвление посложнее немножко можно в две там дополнительных почечки семечки увеличить можно какую-то из семечек почечек листиков прицепить прямо к веточке какой-нибудь на журненько то будет тоже красиво тут уже смотрите сейчас потихоньку может появиться уже ощущение такое приукрасить принарядить вот пускай появилась очень хорошо почему не приукрасить не принарядить конечно когда на все это ложится роса это особое такое торжественное явление тем более структура росы пока вызывает у физиков много загадок и красивых теорий в том числе очень необычные свойства ну немножко сейчас я еще прогуляюсь по злаковым более таких разных групп немного буквально вот наверное три элемента сейчас еще злаковых я вам покажу здесь верхушечки раскидаю тут будут в этих секторах некоторые злаки злаки в целом у них есть общая черта струнка на которой находятся все эти наши метелки а вот метелки бывают разные есть метелки у которых можно вот сейчас я сразу делаю и бледненькие и очень бледненькие которые камера на 9 даже а вот метелки все в одну сторону в частности куда дует ветер конечно же но если ветер не дует то туда куда он дул последний раз они туда загнулись вот они так вот в этом положении могут так и остаться эти метелочки вот такая например версия метелочки сейчас некоторые из них сделаю в пересечении прям так вот в пересечении и жирно но тоже метелочку если сделать некоторые из них очень бледненькими еле 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 то будет метелочка там вдали дальше вот такой злак может пригодится такой злак вам кто знает может у вас с ним что-то связано шелест таких знаков может человека ввести в особое состояние из которого даже выходить может не захочется потому что шелест подобных метелочек но очень такой прям проникновенный успокаивает часто наш ум практически точки тишины метелочки елочки вы я немножко их показал но тоже елочковых метелок очень много сейчас покажу еще одну версию когда идет практически щетка маленькая щетка уменьшающийся к концу чем-то похоже еще на хвост стрелы наверно перышки стрелы прям такими телочки мог быть наклонные само собой травинки могут наклоняться тоже приучайтесь травинки наклонять иногда это бывает непросто как бы мои травинки должны стоять по стойке смирно на 1 2 рассчитались вот все стоят травинковым образом это хорошо но иногда надо давать им возможность попреклоняться на ветру такая более мохнатенькая елочка жесткая 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 щетка который ветер конечно как вот здесь например у некоторых видов рогоза по моему нет не рогоза работаете кого мы к мышами обзываем сигарами которые это эти тростники наверное туда вот относится плавник так называемая такая форма вот здесь жесткая елочка такая жесткая плотненькая семенные элементы такие прям четкие конечно же колосковые колосковые щетки тоже такое обычное дело колосок но есть так покрупнее это сделать тоже есть разные колоски есть колоски которые выходят друг из дружки каждый является скажем так опорой для другого зернышка то есть образуется такой вот ну скажем так ржаной колосок например такая структура вязи есть колоски образующие капельки которые практически тоже образуют даже какую-то такую общую конструкцию больше пшеницы относящиеся еще и это имеющие ус вот я сильно в колоски сейчас уходить не буду потому что это отдельная тема вот может когда-нибудь мы ее все-таки и реализуем потому что это очень тоже так интересно и вот от каждого этого кончика происходит ус и усы еще смотрят туда вот в центральную зону вот ну само строение в принципе такой усастенькое может быть я наверно покажу простенькие колоски где сам этот принцип штришка использован то есть мы делаем тоже своеобразную елочку мелких штришков и тут же их пересекаем вторым второй группой штришков если это делать и карандашом и краской если такие вещи делать то получаются очень хорошие метелки из которых можно делать в том числе и цветы такого типа цветочков тоже много этого типа поэтому я наверное уделю внимание еще раз вот этим вот колосковым хотя что-то похожее вот мы тут вначале создавали вот именно такая вот набивочка колоском что три штришки колосковые тоже может пригодятся пусть коллекция будет и немножко еще сигарковые сигарковые это то что относится таким более плотным макушкам злаков такие вытянутые тоже пожирнее наверно изображу их сразу вытянутые длинные овалы или даже цилиндры как сигары только мы они могут маленькие совсем маленькие даже совсем малюсенькие бывают тоже на тоненькой ножке находятся либо толстые у этого рогоза который мы называем камышом иногда вот камыш это немножко другое существо вот арагос это как раз вот эти вот коричневые красивые сигары у воде у водоемов которые растут вот это тоже вот такая вот получается структура но и у злаков такие штучки есть кстати возможно там тоже злаки не следовал не помню злаки они или не злаки на наверно тоже злаки скорее всего а по крайней мере по структуре внешне похоже вот друзья и вот сейчас я вам предлагаю как раз вот это вот разнотравья елочка жесткая метелка сигарка и елочка такая более на смысле колосок более рыхлый тоже разбросать их здесь немножечко еще чуть-чуть где-то может чуть ниже кстати вот эти вот сигарками они бывают как раз низенькие такие маленькие прям сигарочки на тонких ножичках только единственное что еще раз на всякий случай напомню не сильно нажимая легенький нажим вот потихоньку предлагаю вам такую игру небольшую вот представьте себе что вы сейчас создаете себя в виде образа травы то есть то что вы сейчас создаете это тот образ травы который вот вас какую-то часть имеет вы имеете какую-то часть своей травы вот именно в такой структуре которую сейчас создаете я вам показал только наборы какие-то разнотравья вы сейчас и сюда внедряете и все они немножечко разные вот и сейчас я немножечко предлагаю перейти на конкретный более жесткий нажим и в любой комбинации в любой пропорции то что сейчас у нас с вами здесь набрано вот в этих элементах я предлагаю что уже внедрять прямо снизу начиная вот можно делать открыть наши более жесткие там те же веточки которые будут более плотненькие образуем уже сеточки которые будут более крепенькие можно травины злаковые тоже все это вот выкладываем сюда вот можно потихоньку зрение свое отправить на отдых в плане легкой расфокусировки можно спокойненько сейчас уже глазки на дыхальном режиме либо прищурить сложить реснички точнее верхней и нижней вместе и вот так вот чуть-чуть уже чтобы глазки отдыхали под вечер без напряжений вписываем веточку за веточкой постепенно усложняю увеличивая какие-то наши элементы добавляйте случайные мазочки какие-то ой мазочки штрихи получается можно даже отдельно какие-то элементы более темной такой штриховки сделать отдельные травины в пересечении тоже используйте смело то есть начинаем хулиганство то есть вот мы немножко с вами так поиграли поиграли вот и вот теперь можно уже что называется и травы-муравы делать травы-муравы когда их вправо и влево наклоняются иногда даже преклоняются чуть чуть ли не горизонтальной земле самый простой вариант конечно эта штриховая структура вы штрихами делаете общую массовку например характер своих трав такой общий такой вот шелковистый а потом уже в этой массовке мы начинаем формировать уже был наш как раз вот эти какие-то жесткие прототипы вот те же овсяковые там игнорируя те которые у вас уже есть травинки вот можно даже поварьировать какие-то моменты которые я здесь вам не рассказывал но ничто не мешает все равно попадете в какой-то вид какой-то сорт и так далее все равно вы вряд ли промахнетесь в то чего нет очень сомневаюсь всяко будет какое-то подобие какой-то гибрид либо какой-то этот подвид либо в разных территориях например та та же тот же одуванчик в разных широтах немножко по-разному себя внешне ведет у нас дуванчик круглогодичное растение но с месяцем времена года влияют на его длину зимний одуванчик у нас очень коротенький там практически шапочка его цветка почти в земле земли торчит летом он вытягивается как обычный дуванчик такой европейский атак вот еле-еле вот и потихоньку вот сейчас как раз то что я вам предлагаю сделать это сетку более темных трав любых вот что мы с вами делали можно просто стебелек и метелка на нем но темная тоже вот темненько все один стебелек там рядышком 2 они часто парами работают такие живут или целой группой чуть поодаль например какая-то метелочка такая елковая например вот можно папоротникообразные такие листочки так как бы такая елочковость некоторая присутствует но практически вот так и остается вот елочка не добавляя никаких лапочек таких тоже очень много листиков вот это же все жестко 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 чтобы было видно чтобы он вас выдвигался все травы которые у нас были до этого не у нас уже уходит да вот в дальний план они там чуть подальше становится уже визуально вот мы постепенно погружаемся в травы муравы вот в уголочке вот здесь я еще один прототип вам пригодится кому-нибудь знаменитые зонтики практически это то же самое что вот мы с вами делали только это все можно теперь делать небольшой такой вспышкой из кончика стебля вспышки вот этих вот дуговых ножек и на каждой ножке по маленькой на мохнаточке такой можно карандашком прямо постукать вот каждую мохнаточку вот образует эту вот зонтичную зонтичную конструкцию вот очень много зонтичных растений их очень много есть которые желательно даже не трогать руками а есть полно которые нам очень приятные полезные и частенько мы их любим тот же тмин тот же укроп и дикий тмин вот когда мы будем конечно уже вырисовать красками вот наша это все целебное мироздание травы там мы будем не только это делать несколько дней погружаясь в разные типы трав там немножечко мы будем уже делать и практики и технологии связанные с миром травы чуть поглубже здесь я вам пока предлагаю общую такую структуру сохранять в том что вот мы именно себя ассоциируем с травой как будто нас внутри трава присутствует и чем больше вы выписываете тем вы немножко третит травянистей становитесь позволить себе такую вот игру как форма игры такой вот вы траве трава у вас происходит это вот объединение ее свойств ваших свойств вот вы позволяете побывать внутри вас она вам дарит и регенерацию и гибкости легкости цепи целебность вот эта воздушность включенность в единство природы трава не может быть не единой с природой это это не получится если на исключить себя из природы она она уже не жалец очень быстро вот мы в принципе тоже но у нас бывает еще некоторое это запас топлива на полет как бы исключено из единства но как только он кончается конечно тоже надо срочно как-то себя с природой объединять потихоньку так заполняете заполняете задача наверное такая вот чисто визуальная сделать такую сетку хаотических где-то не хаотических травин каких-то элементов вот этих наших веточек мохнаток каких-то стебельков на ближнем плане темными на дальнем пускай будут вот это вот светленькое все даже если они будут дублировать себя по форме каким-то особенностям формы по тональности цветовой мы делаем совсем другой тональность именно более насыщенной более темно вблизи этот источник уже включит иллюзию объема она уже будет вас на втягиваться до работа конечно если это сделать в красках ну вот скажем так здесь контраст получился таким образом темный цвет у нас вблизи светлый цвет в карандашной версии у нас там вдали если в красках сделать наоборот там тоже получается очень интересный объем глубины совсем другой как раз то что мы будем делать на нашем основном курсе раз объем глубины он немножко обладает такое свойство втягивать что ли вот это внимание как-то цеплять его сразу же вот клеверообразные тоже вот этот алиментик вот в этот квадратик сброшиваем если кому-то понравится этот элемент тоже можно использовать любой овал клеверообразных цветков нас очень много всегда есть чашелистики которые выглядывают в нижней манжеточки на какой-то ножки вот я не буду сейчас внедряться в лепестки глубоко а вот саму шапочку вот это вот начинаю формировать первым венчиком от этих вот элементов которые образуют ну как бы назовем это шишечка наверно шишечкообразное заполнение вот этих вот цветков конструкция очень распространен не только у клеверо очень много разных болотных цветов прекрасных очень пахучих тоже вот эту комбинацию я видел в лесу часто и в тайге и в тундре тоже видел этот прототип в клевере конечно это пышненько это все ажурненько более ажурно более пышно более воздушно но бывают такого же типа цветочки более плотные чуть ли не в овал не в овал шарика такого либо яйцеобразная либо такое кругленькое совсем существо вот тоже очень такая необычная конструкция тоже где-то можно такую головушку попробовать немножко сюда вот и подставлю вот на эту травинку типа это будет стебелек как символ такой большой вот но в любом случае ребят я думаю через карандаш тоже здесь можно очень глубоко заходить в эту травушку постепенно как бы здесь задача еще параллельно на мы формируем это все в какой-то протяженности времени все больше и больше об этом размышляем наблюдаем смотрим хотим и того или не хотим получается такая очень хорошая визуальная медитация как вот не крути как ты как это не называй другими словами все равно это погружение в образ определенной штучки если сильно не отвлекаться на разные вещи можно очень глубоко поймать вот этот дар травы вот именно такой подарок травы который как раз связан и с восстановлением энергии восстановление сил податливость на стрессовую устойчивость особая такая вот чтобы вся эта ураганистость пролетела и мы вздохнули дальше вернулись как трава возвращается свое положение вот пока такой сюжет на этом я завершаю краска конечно это гораздо все глубже интереснее захватывающие тем более что цветовая волна травы она конечно тоже имеет свое значение и здесь уже сам спектр множественных оттенков зеленого он не только связан с четвертым центром нашего энергетического существа но и вообще с наверное самым таким спокойным цветом который для нас очень биологичен очень биологичен в этом плане конечно красочные элементы совсем другие ну и на протяжении вот 7 дней нашей травы тоже немножко о курсе пока расскажу у нас будут разные травы разные цветы в этих травах я хотел как раз проиграть и пробежать по многим конструктам которые встречаются в траве чтобы было какое-то небольшое включение больше погружение это как раз то что позволит и целебный поток словить гораздо интереснее вот тут принципе какие-то элементы сейчас для вас уже будут находиться вот в этих упражнениях которые нас тоже будут такими этапами идти я думаю уже узнаете вот и главное такое погружение в эту траву конечно ну оно и дает этот более качественный прыжок вот в эту вселенную своеобразную такой уже этот телепорт телепорт в этот мир вот в жителей пока здесь не не включал вот жители этого мира это конечно тоже очень интересно но если вот в это погружаться туда вот внедряться то можно и жителей тоже добавить вот но голубь что-то заручал вот ребят ну на этом я завершаю если какие вопросы мало ли чего какие-то нюансы вот немножечко хотела сделать именно такое погружение вот именно так вот нырнуть вот в этот мир травы чуть-чуть чтобы вы его ощутили насколько получилось дайте обратную связь кто может очень интересно ой сейчас секундочку я увидел наверно светлана вас фон будет съедать скорее всего размытие фона но съедает светлые листочки ух ты да красивый ажур ну не знаю не все показывают чего-то стесняются однако троп трава трава однако ой кать как нежненько тоже надо же у тебя еще основа такая интересная как будто это какой-то я схватила акварельная видимо бумага и она такая прям конечно карандаш любящая карандаш красиво марина здорово у меня вот такая трава получилась но там много еще можно сейчас выписывать это да уже красиво красиво ну что ж тогда друзья мы завершаем нашу встречу спасибо большое спасибо большое очень такая умиротворяется это как прогулка спасибо большое немножко лета особенно у нас когда там сейчас и снег и лужи это и вот такие травиночки прямо на данное творение такое хорошее спасибо спасибо пожалуйста пятый формат нужен будет нам если кто-то вот уже на курсе будет кроме от третьего на всякий случай тоже вот не говорили об этом пока по моему я полинке еще не сообщал что нам нужно на этот курс какая зелень нужно самая разная но мы будем делать все сами если возможно вот такой самый лучший вариант это синий темный цвет если он у вас есть такой темный синий и желтая прочная желтая темная вот она так называется обычно они есть и у ладоги они есть и у мастер-класса вот из этих двух красок можно сделать любой зеленый цвет по старому детскому рецепту синенькая плюс золотенькая ловно зелененькая только настоящий синий нужен такой прям черно-синий такой мощный не но лак ребят лак конечно же кто с акрилом общается я рекомендую акриловый лак чтобы был поближе у вас потому что отдельное удовольствие это по лаку порисовать потом когда лак уже нанесен вот кисть по лаку ведет себя настолько ну это прям такая вот прям вот она скользит легко красиво очень но и краски становятся ярче не видно ничего лампу цеплят нет у нас лампы она прям бледная совсем ну тут секретик еще один будет который это связано Дмитрий а вы сказали вот то что по лаку акрил себя ведет по другому это вы имеете ввиду что после того как работа покрыта лаком еще по ней можно акрилом писать да 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 там там есть небольшие такие особенности связанные с плотностью акрила сейчас у меня интернет возвращайся все это там с интернетом не слышно было вот я сейчас увидел ага это если плотность по лаку акрила будет слишком жидкая то он может собираться в кучке вот единственная такая неприятность там надо будет погуще немножко делать ну я об этом буду рассказывать еще не раз и мы эту густоту даже отдельно выработаем потому что есть особенность особенно глянцевый если лак то по глянцевому лаку может собираться как как на жирной поверхности вода в капельке собирается даже когда лак высох полностью получается да 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 это же акрил ваш акриловый лак это и есть составляющая связующая ваших акриловых красок то есть он там и присутствует вот ваши тюбики это и есть акрил лак в которой пигмент накидали вот можете даже сами кирпич натолочь в пудру на ступочке и сделать себе сиену жоную это и есть кирпич молотый молотый кирпич вот ладненько тогда всем доброй ночи славных снов вот доброго травянистого восстановления и прекрасной регенерации всего что нужно восстановить спасибо спасибо очень приятно постричаться спасибо пока пока спасибо спасибо Продолжение следует...